Привет вам с эры доступного портативного и качественного звука. Это Transmart Element T6 Plus. И у нас будет не просто обзор и тест этой колонки, а сравнение с Element Force Plus этой же фирмы. Обзор, который я уже делал и она мне понравилась. Заранее извиняюсь за ее внешний вид, ведь она уже не один месяц развлекает меня, часто на улице во время строительных работ, например. Она и падала, и неоднократно мыл ее, все отлично. Мне сама идея портативных колонок нравится, ведь я использую ее как колонку для ПК. Для смартфона, если нужно, можно взять во двор и обратно. Это удобно. С этой же по звуку ситуация чуть иная. И далее вы увидите и услышите почему. И вы знаете, пробовал смотреть обзоры подобных колонок, и я в шоке с того, как-то люди записывают звук на встроенные микрофоны своих смартфонов, попутно снимая на них. Это жесть. Прям звук что оцениваешь, что нет. Мы же запишем звучание на качественные конденсаторные стереомикрофоны фирмы Zoom, Zoom H1N. Потому искажения, конечно же, будут, но картину представить позволит. Потому рекомендую слушать все через наушники или через колонки. Также вам придется поверить мне на слово местами, ведь искажения никто не отменял. Так как я лет 15 занимаюсь музыкой и в звуке кое-что понимаю. Ладно, налил воды, теперь слушаем, делаем выводы, а потом кратко о характеристиках и подводим итог. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, скажу сразу и откровенно. Мне больше нравится звук колонки Element Force Plus нашей бывалой. Дело в том, что Element T6 Plus, на мой взгляд, сильно красит звук. А я люблю, когда музыка ближе к тому, как задумывалась автором. Бесспорно, что все колонки подобного рода искажают и красят, но кто больше, кто меньше. И тут такое дело, что T6 Plus имеет ощутимый провал в диапазоне средних частот и высокой средины. Там как раз где находится вокал и электрогитары, например. Басы же сильно задраны, а также имеет непонятные, я бы даже сказал, слегка кашеватые высокие частоты. Именно потому я сразу делаю выводы, что данная колонка подойдет любителям туц-туц-туц. Но вы сильно не разгоняетесь. Под нее сильно, конечно, не потанцуешь. Громкости у нее, как всегда, меньше по ощущениям заявленных 40 ватт. Есть тут несколько режимов предустановок эквалайзера, а именно три. И на одном из пресетов добавляются писклявые частоты, что вроде бы и увеличивает громкость. И 10-ваттные динамики работают на пределе, если полная громкость. Не советую, может со временем захрипеть. По крайней мере, есть такое ощущение. Это работа, скорее всего, фирменной технологии Sound Plus, которая дает звук типа 40 ватт, но по ощущениям ватт 20, может 20 с лишним. Окей, что же еще интересного в ней есть? Ну, во-первых, если открыть заглушку, то мы увидим здесь USB Type-C для зарядки. Слот под карты памяти и вывод по 3.5 миниджек, чтобы подключать по шнурку. А вот USB-выход это для зарядки вашего гаджета. Да, колонка это умеет. И батарея большая, 6600 мА. И заявлено 15 часов беспрерывной работы. Хоть на практике обычно чуть меньше, но все же не мало. Это ее сильная сторона и она реально живучая. Колонка также имеет защиту от брызг IPX6. И купать ее уже не-не. В отличии от Element Force Plus, кстати. Тут два пассивных басовых излучателя. И ставить ее, кстати, можно по-разному. Просто положить горизонтально или поставить вертикально. Стильный вариант управления громкостью и воспроизведением. Колесико крутится приятно. Bluetooth у нее уже 5.0, по-взрослому. Как видите, колесико кликабельное. Можно управлять воспроизведением и синий светодиод мигает, если колонка ждет подключения. И просто горит, когда уже подключилась. Я также заценил фишку соединения посредством NFC. Не нужно было заходить в смартфон, искать, поднес и все. Но в T6 Plus жаль, но нет такой фишки. А вот хотелось бы. И по ценам. Народная убийца JBL, как ее называют, стоит в районе 87 долларов. Tronsmart Element Force Plus у нас дешевле. 66 долларов. А вот на Алиэкспресс цена на T6 Plus уже поинтереснее. В общем, ссылки добавлю в описании. Колонку мне прислал производитель, но я надеюсь, те, кто присылает такие вещи на мой канал, отдают себе отчет в том, что поправок на это нет. И я выдаю все как есть. Я выбираю из этих двух, выбрал бы, конечно, Force Plus и по звуку, и более совершенная влагозащита и NFC датчик. Но кому нравится дизайн, функция, пауэрбанка и кто любит басы, то, пожалуйста, нормальный прайс. Но есть у меня еще один совет для вас. Если вы купили такую колонку и слушаете любимую музыку, то не думайте, что ваши музыкальные вкусы нравятся всем вокруг. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем удачи, до новых гаджетов и пока, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok